Неделя началась с заседания оперативного штаба в администрации округа. В дистанционном режиме руководители управления и ведомств рассказали о проделанной работе за отчетный период. Все подробности далее. Об оперативной обстановке в округе доложил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, на прошлой неделе в межмуниципальное управление поступило около 2000 обращений граждан. Как и прежде, сотрудники МВД несут службу в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму количество нарушений во время эпидемии. Личный состав патрулируем, выполняем указания губернатора, министра внутреннего дела и начальника главы. Пять пожаров произошло в зоне обслуживания Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. За неделю сигнал тревоги поступал на пульт дежурного 38 раз. Ни одно происшествие не повлекло за собой печальных последствий. Два раза оказывали помощь коллегам с Раменского гарнизона. Также личный состав осуществляет дежурство в режиме повышенной готовности. В городском округе продолжают сдействовать меры по профилактике коронавирусной инфекции. Каждый день подъезды многоквартирных домов обрабатывают хлоро- и спиртосодержащим раствором. Дезинфекция проводится в местах общего пользования. Ведётся мониторинг, анализ поступивших обращений граждан в соцсетях по вопросу уборки, места общего пользования и дезинфекции. В связи с увеличением количества обращений контроль усилен. Подъезды не единственное, что подвергается дезинфекции. Санобработка затрагивает все общественные места. Детские и спортивные площадки, автобусные остановки, торговые точки и производство, которые возобновили свою деятельность с 18 мая. Распоряжением заместителя председателя правительства Московской области утверждён стандарт деятельности предприятий в этот период. Стандарт направлен на предотвращение вспышек заболеваемости в трудовых коллективах. В настоящий момент проведён мониторинг 12 предприятий. Все из них выполняют требования стандарта. Во время пандемии в усиленном режиме продолжают работать операторы службы 112. За минувшую неделю они приняли более 10 тысяч обращений от жителей городского округа Люберцы. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.